Белые ангелы в память о погибших. Бумажные фигурки развесили вдоль улицы Героев Небесной Сотни. В этот день, пять лет назад, митингующие на Майдане мирным шествием пошли к Верховной Раде. Они требовали ограничить полномочия президента и внести изменения в Конституцию. На активистов сначала напали тетушки, затем оружие взяли силовики. За три дня, с 18 по 20 февраля погибли около 80 человек. Более 800 получили ранения. На памятных акциях в Киеве была и Евгения Бурда. К месту памяти Героев Небесной Сотни люди несут лампадки со свечами и цветы. В годовщину трагических событий в Киеве из разных уголков страны приехали близкие и друзья погибших. О кровавых столкновениях до сих пор напоминают указатели на местах гибели активистов. Эти таблички остались после следственных действий. Фото на деревьях клеили побратимы. Выжившие во время штурма 18 февраля называют эту дату вторым днём рождения. «Мы всех пришли почтить. Мы также были ранены, но нам повезло, что мы не попали в Небесную Сотню. 18 февраля мы были ранены в Мариинском парке. С нас начинался штурм. В этот ад попала именно наша, 15-я сотня. Полегли наши там». Пятый год подряд на деревьях вдоль аллеи Героев Небесной Сотни появляются белоснежные ангелы. Фигурки из бумаги взрослые и дети вырезают как символ памяти. «Это единение сердечное, душевное возвращает нас в те времена, когда всё происходило. Мы помогали, стояли в шеренге, передавали брусчатку, были вместе с нашими героями и теми, что были на Майдане, и теми, кто уже был на Небесах». «Я уже не первый год участвую в этой акции. Я считаю, что таких людей, как наших ангелов-защитников, нужно помнить. Они защищали нашу страну, чтобы в будущем мы могли нормально здесь жить. Поэтому я считаю, что каждый украинец должен принять в этой акции участие». К акции каждый год присоединяются новые города. Организатор говорит, ангелами украшают деревья и на западе, и на востоке Украины, а также за рубежом. «Франция, Турция, Польша, Латвия и, возможно, те, кого мы не знаем, потому что не отслеживаем всех. Акция продлится до конца недели. Кто-то, возможно, присоединится в другие дни, 20 февраля, поскольку это был день самых больших потерь». 18 февраля 2014-го в противостояниях на улице Институтской погибли 23 человека. 509 получили ранения. 19-20-го количество жертв выросло в три раза. Всего во время революции достоинства отдали жизни 107 активистов. Евгения Бурда, Сергей Ильинский, ЮЭй Тиви.